МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ОРЗ или опасная инфекция. Еще в одной омской лаборатории начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу. Лучшее оружие, по мнению Черчилля. Постал мне туда, я сейчас вам ее сделаю. Я все помню. Труженики тыла рассказали, как собирали легендарную 34-ку в годы войны. Их сконструировали, чтобы спасать жизни. Кабина ансата из пассажирской легко может превратиться в медицинскую. В Омск прибыли новейшие вертолеты санавиации. И в тренде самостоятельный туризм. Поскольку в абсолютно любом районе у нас можно найти что-то уникальное и интересное, именно поэтому этот путеводитель очень актуален для всех. В Омске разрабатывают путеводитель, который заменит гида. Руководство асфальтобетонного завода могут завести уголовное дело из-за вредных выбросов. Прокуратура завершила проверку на предприятие. Выяснилось, что завод в поселке Горячий ключ работает с многочисленными нарушениями. Работу предприятия уже останавливали по решению суда. Однако, несмотря на запреты, организация продолжала загрязнять атмосферу. А теперь руководству грозит уголовная ответственность. Материалы проверки переданы в Следственный комитет. В деятельности асфальтобетонной установки были выявлены многочисленные превышения выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С учетом изложенного заместителем прокурора Омской области, материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение требований законодательства об охране атмосферного воздуха. В случае, если вина будет доказана, предприятие заплатит многотысячный штраф. Руководители завода отстранят от работы на несколько лет. Пройти тестирование на COVID-19 теперь можно в Омском клиническом диагностическом центре. Сдать мазок из носоглотки или кровь на антитела. Последний анализ позволит медикам определить, на какой стадии болезни находится человек. При этом и мечи сами могут выбрать метод диагностики, экспресс-тест или лабораторный анализ. Результаты, соответственно, будут готовы уже через пару часов или спустя трое суток. Точность исследования почти стопроцентная. Соблюдать в центре и меры безопасности без маски зайти в учреждение не получится. Разделили и потоки пациентов. Для забора биоматериала на COVID-19 отведен отдельный вход. Пациенты подходят по времени и сдают мазочек. То есть, в принципе, приняты все меры изоляции и минимизации контакта пациентов, которые обратились на лабораторное исследование. На мазок. То же самое мы преследуем, когда пациенты обращаются на исследование крови на антитела. Тоже стараемся расписать их и разобщить. Сдать анализы на COVID-19 может любой МИЧ, вне зависимости от возраста и наличия симптомов. В день исследования медики рекомендуют отказаться от завтрака. Также отмечают, проходить его лучше спустя неделю после начала заболевания. Антитела вырабатываются только на седьмые сутки. Тестирование проводят в рамках добровольного медицинского страхования. Стоимость от 520 до 1600 рублей. Между тем, список победивших коронавирус пополнил еще 31 МИЧ. Теперь в числе выздоровевших 2806 человек. Что касается новых случаев, сегодня диагноз подтвержден у 95 пациентов. Изменилась и скорбная статистика. От COVID-19 скончался еще один житель региона. Ну а в целом по стране за сутки положительный результат теста на инфекцию получили 6537 человек. Полностью излечились от коронавируса 2960 россиян. Тем временем Росздравнадзор опубликовал список медучреждений, где лечат заболевших коронавирусом. В Омске это 11 больниц. Среди них роддом номер 4, городская детская больница номер 3, клинический медико-хирургический центр, БСМП номер 2. Полный список на ваших экранах. Все эти центры сейчас работают с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него. Добавлю, что в Омской области с начала пандемии развернуто более полутора тысяч коек для лечения коронавирусных больных. Позже было обустроено еще на 800 дополнительных мест. При необходимости задействуют и мощности нового центра Минобороны. И к другим темам. И мечей вновь ждет жаркая и засушливая рабочая неделя. После кратковременных дождей в регионе все 7 дней будет солнечно. Такой прогноз дают синоптики. Сегодня воздух прогрелся до плюс 28. Завтра столбики термометров поднимутся еще на 2 градуса выше, до плюс 30. Ну а самыми знойными выдадутся пятница и воскресенье. За окном будет плюс 34. Многие жару переждают у водоемов, причем часто на диких пляжах. И такой отдых нередко приводит к трагедиям. С начала сезона утонули уже 43 человека. Причем 8 из них это дети. По словам спасателей, чаще всего подростки остаются без присмотра. Это не единственная опасность, которую таит жаркая погода. Дети выпадают из окон только за последние две недели. В Омской области 4 подобных случая. Одно из таких ЧП произошло в минувшие выходные. Подробный материал об этом сейчас готовят мои коллеги. Смотрите в итоговом часть новостей в 19.30. Несчастье, которое приходит с наступлением лета. В ежегодно из-за распахнутых окон в России гибнут сотни детей. В Омской области счет идет на десятки. Сценарий один. Пять минут без внимания родителей и малыш уже на окне. Испытывает на прочность москитную сетку. Все заканчивается тяжелыми травмами и больницей. Взрослые показывают примеры, открывают окна, показывают детям, как эти окна можно открыть. И все наши выпадения – это как раз умиление родителями о том, что ребенок может сидеть на подоконнике, красиво заходить на балкон, что он растет. Общественники и детские врачи бьют тревогу. Производители стеклопакетов даже придумали специальные механизмы, чтобы обезопасить малышей. Но трагедии не прекращаются. Почему узнала Анна Черных? В изобретательности могут соперничать даже с опытными спецагентами. На что только не идут школьники, чтобы сдать экзамен. В списке самых популярных методов – старые добрые шпаргалки. Их прячут в прическе, в специально шитом кармане, на подушве, обуви и даже в нижнем белье. Пронести пытаются и телефоны. Многие охранники, как правило, до обуви вообще не доходят. Можно сослаться на металлические шнурки. Прячем его вовнутрь кроссовка, надеваем кроссовок. Самое опасное, конечно, здесь раздавить просто телефон. Как часто удается обхитрить преподавателей и наблюдателей? И что грозит тем, кого поймают с поличным, расскажет Никита Гайдаш. Его называют «фабрикой Победы». В годы Великой Отечественной Омский завод транспортного машиностроения отправил на фронт почти 7 тысяч легендарных «тридцатьчетверок». Наши боевые машины помогали Красной армии под Курском и Сталинградом. А собирали тяжелую технику в цехах и днем, и ночью. 20 тысяч рабочих трудились порой без сна и перерывов на обед. Все ради самого главного момента. На подвигах в тылу Екатерина Балучевская. Мы всегда спали там в цехе. В годы войны, говорит Зинаида Пахомова, рабочее место у станка на Омском заводе машиностроения стало для нее домом. Свободных рук тогда не хватало. Трудиться 14-летней девчонке приходилось круглосуточно и в буквальном смысле за троих. Начинала токарем, после освоила профессии слесаря и фрезеровщика меньше, чем за месяц. Технологию сборки деталей для легендарной «тридцатьчетверки» в свои 94 помнит отлично. Поставь мне туда, я сейчас вам ее сделаю. Я все помню. Победу в цехах завода ковали почти 20 тысяч человек. В памяти их подвиги на «Трансмаш» открыли собственный музей. Вот они, лучшие кадры. Больше двух сотен из них получили ордена. Пятеро – почетное звание Героев Советского Союза. Работники охраны вот такой факт рассказывали, что у них был приказ. По окончании каждой смены они ходили по цехам и людей отправляли домой. Потому что некоторые прятались, чтобы пораньше начать свой рабочий день. Не потому, что их там кто-то заставлял, а потому, что им хотелось хоть на секундочку, хоть на минуточку приблизить час победы. Гул цехов не умолкал ни на минуту. Завод дал фронту почти миллион корпусов снарядов и около 300 тысяч корпусов ракет для гвардейских минометов. Производили на предприятии и бронепоезда. Но главным достижением стали танки Т-34. Их с конвейера сошло почти 7 тысяч. Омские революционные для своего времени боевые машины участвовали в лихих атаках под Курском и Сталинградом. А весной 45-го вошли в Берлин. Благодаря омским конструкторам 34-ки стали намного прочнее, а по скоростным параметрам обошли немецкую тяжелую технику. Сегодня предприятие мощности не избавляет, выполняет крупнейшие госзаказы. Так в прошлом году вооруженные силы России получили обновленные танки Т-80 с газотурбинным двигателем. Техника знаменита высоким уровнем защиты и огневой мощью. За уникальные свойства и неприхотливость в условиях низких температур машины прозвали арктическими. Екатерина Булчевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Почему Омск по праву получил звание города трудовой доблести, 12 каналу рассказал депутат Госдумы Олег Смолин. Он был одним из тех, кто в 2016 году выступил с инициативой отметить вклад тыловиков в победу над фашизмом. Сражаться с немецкими захватчиками в 40-х помогали практически каждый регион. В 75-ю годовщину эксперты особо выделили 20 городов, в том числе и Омск. Как подчеркнул Олег Смолин, неоценимы достижения местных оборонных предприятий. Из цехов поставляли оружие и боеприпасы, а также провианты и спецодежду. Огроменный вклад омских медиков. С полей сражения бригады доставили больше 150 тысяч тяжело раненых бойцов. И каждый третий из них вернулся в строй. Помнить об этом, подчеркнул Олег Смолин, должен каждая меч. Я думаю, что мы все должны учиться у этого поколения или у памяти этого поколения. А современным молодым ребятам я бы посоветовал почитать гениальные романы о войне. Я бы посоветовал почитать потрясающую военную поэзию. Но у Константина Симонова, Семена Гудзенко, того же самого Бориса Слуцкого, Ольгу Берггольц. Вот тогда они могут проникнуться тем, как жило это гениальное поколение и почувствовать себя его наследниками. Быть наследниками такого поколения – это огромная честь. Полную версию интервью с Олегом Смолиным смотрите сегодня на 12-м канале сразу после итогового выпуска новостей в 20 часов. Артисты омской драмы помогли собрать около миллиона рублей на средства защиты для медиков. Звезды сцены присоединились к акции «Помоги врачам». В ее рамках актеры прочли монологи реальных людей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. В коротких роликах представили историю тяжелых будних докторов о том, как каждый день приходится рисковать жизнью ради других. За несколько дней такие мини-зарисовки набрали больше 20 тысяч просмотров. Вместе с тем благотворительный фонд объявил сбор средств для покупки средств индивидуальной защиты для работников клинического медико-хирургического центра. Сегодня здесь действует самый большой госпиталь, работающий с ковидными пациентами. Всего за несколько дней на счет перевели почти миллион рублей. Крупную сумму потратили на респираторы, спецодежду, бахилы, перчатки, фильтры, очки и маски. Общий вес посылки, переданной в КМХЦ, превысил 300 килограммов. Детские поликлиники Омска с сегодняшнего дня вновь ведут плановые приемы. Из-за пандемии ограничения в медучреждениях действовали не только в нашем регионе, но и по всей стране. В больнице могли обращаться только те, кому требовалась неотложная помощь. Возобновить профилактические осмотры на Роспотребнадзор рекомендуют только при переходе на третий этап снятия ограничительных мер. Омская область пока на втором. Тем не менее, как отметили в областном Минздраве, подход к каждому субъекту должен быть свой. Пановую помощь будут оказывать с соблюдением всех санитарных норм. Так, к примеру, в детской поликлинике номер 2 для этого выделили отдельный кабинет с разметкой для соблюдения социальной дистанции. Здесь врачи будут проводить профилактические осмотры и оформлять детям нужные справки. Набор специалистов не изменился. Он остался таким же. Просто сейчас в график включился плановый осмотр детей. Это в основном поступление в детские сады сейчас и поступление в школы. Также поступление в учебные учреждения, которые не успели пройти либо из-за пандемии, либо по каким-то личным причинам, может быть по болезням, в школах, где проводятся они в течение всего года. После открытия в регионе спортивных учреждений будут выдавать и справки для посещения различных секций. Ну а вслед за поликлиниками с 20 июля плановую помощь возобновят детские стационары. Перед госпитализацией все пациенты будут проходить обязательное тестирование на коронавирус. Омский боец Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой за пояс состоялся в минувшие выходные в Абу-Даби. Соперником Яна выступил бразилец Жозе Алда. Поединок получился зрелищным и завершился техническим нокаутом в пятом раунде. С победой омского спортсмена поздравил Александр Бурков, назвав Омск российской столицей ММА. Воспитание клуба, носящего имя Александра Невского, стал вторым чемпионом UFC из России. «Поздравляю и горжусь», – написал губернатор в своем аккаунте в Инстаграме. Их назначение – спасать жизни. В Омск привезли новейшие вертолеты санитарной авиации «Ансаты». Разработали их специально для использования в медицине катастроф. Судно уникальное по своим характеристикам. Новые двигатели, высокая скорость, но главное – компактность. Приземлиться такой вертолет может посреди улицы или прямо на крышу больницы. Сейчас «Ансаты» тестируют курсанты летно-технического училища. Юные пилоты не просто сдают экзамены, но и проверяют двигатель на выносливость. В воздухе проводят по шесть часов в день. Причем в любую погоду. На «Ансату» не страшен ни зной, ни мороз. О преимуществах воздушных судов узнавала Софья Халиулина. Кабина «Ансата» из пассажирской легко может превратиться в медицинскую. Здесь расположены специальные рельсы, благодаря которым установить можно не только сиденье, но и реанимационный модуль. К слову, модель и создавали для того, чтобы спасать жизни. Чтобы помочь пострадавшему, у врачей есть золотой час, оптимальный для оказания экстренной помощи. За это время «Ансат» с легкостью преодолеет практически 300 километров. А вот на машине придется потратить как минимум три часа. При этом топлива больше не понадобится. Вертолет экономичен как автомобиль и в управлении легок. Об этом говорит и его название. В переводе с татарского «Ансат» означает «простой». А скромные габариты позволяют воздушному транспорту приземляться практически в любом месте. Вертолет «Ансат» по своим габаритам меньше вертолета Ми-8. И это позволяет ему осуществлять выполнение этих задач в городских условиях. Осуществлять взлет и посадку, например, на каких-то ограниченных площадках, на улицах, на площадях. Вертолет казанского производства омские курсанты осваивают впервые. Говорят, привлек начинкой «Ансат». Оборудован по последнему слову техники. Внутри мощные двигатели новейшая система навигации. Такой опыт для Омска уникальный. В регион техника поступила недавно. Месяц назад юные пилоты впервые сели за штурвал. Тогда же влюбились в небо. Это такая романтика. Один раз попробовав подняться в небо, вы поймете, что это абсолютно другой мир. Что это все переворачивает с ног на голову. Ты получаешь удовольствие от того, что ты умеешь пользоваться техникой, которую эксплуатируешь. То есть не тебя уже самолет или вертолет куда-то везет, а ты полноценно орудуешься этим. Тестируют «Ансат» и курсанты в паре с опытными инструкторами. Проверяют двигатель на выносливость. В воздухе проводят по 6 часов в день, причем в любую погоду. Крылатая машина способна выдержать перепады от минус 45 до плюс 50. Если судно себя зарекомендует, они останутся в Омске. Закупят вертолеты специально для обучения. Играть в хоккей могут и не на льду. Внести коррективы в подготовку к сезону в этом году пришлось омским орлятам. О том, как пандемия сказалась на одном из самых крупных детских турниров по хоккею в стране, расскажет заслуженный тренер России Евгений Шастин. Он станет гостем студии радио Монте-Карлу Омск. С ведущим Алексеем Мадаривым поговорят о том, как в Омске пройдет подготовка к молодежному чемпионату мира по хоккею, который стартует в декабре 2022 года. Одной из главных тем станет строительство арены Омск и, конечно же, планы омских ястребов на сезон. Услышать эфир можно будет завтра на волне 106.2 FM и увидеть на 12 канале. Начало в 10.30. Не пропустите. По районам в сопровождении смартфона. В Омске разрабатывают мобильное приложение, которое сможет заменить гида. В программе специалисты Туристского информационного центра соберут полную информацию обо всех районах области. Это статьи, фотографии и подробные маршруты. Какую выбрать гостиницу, куда сходить и где порыбачить. Гид появится к концу лета. Торопиться специалисты не хотят, упор делают на качество. Основная задача – создать доступное приложение. Интерфейс понятен будет каждому. Поскольку в абсолютно любом районе у нас можно найти что-то уникальное и интересное, именно поэтому этот путеводитель очень актуален для всех. И там будет информация, которая вам позволит из Омска либо самостоятельно, либо используя транспорт, либо, пользуясь услугами наших перевозчиков, добраться до района области и с помощью специальных карт уже это все пройти и узнать на себе. А пока информацию можно найти в социальных сетях. Подробные маршруты, мифы и легенды районов области, также сведения о гостиницах, есть в официальной группе Туристского информационного центра. К слову, в этом году в тренде самостоятельный туризм. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Дать их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. О погоде завтра, 14 июля в Омске. Солнечно, в области переменная облачность. Температура в городе ночью плюс 18, плюс 20, днем 22-28 жары. В районах в ночные часы плюс 16, плюс 21, днем до плюс 26. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. У меня на этом все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин